Я хочу сразу извиниться с самого начала, ведь я вынужден начать с персонажа, которого как-то очень неловко обсуждать с человеком вашего масштаба, но тем не менее новость громкая. Дело в том, что Песков сегодня отправил черную метку Пригожину. Пресс-секретарь Путина заявил, что Кремль не исключает, что Киев может совершить погружение на Евгения Пригожина. Так вы считаете, насколько серьезный это сигнал для самого Пригожина, и можно ли говорить, что песенка этого скрипача спит? Честно сразу скажу, не знаю. И по большому счету даже не хочу заморачиваться разборками внутри этой банки пауков. Пусть убивают друг друга. А Украине будет лучше, нам всем будет лучше, как говорится, воздух станет чище. Такое общее умозаключение, это то, что дела идут, конечно, не так, как они хотели, не так, как они ожидали. Естественно, ищут крайнего. И судя по всему, судя по всему, атаки Пригожина на военное руководство кончились для него плохо. Был момент, когда казалось, что там Пригожин с Кадыровым сейчас всех под себя подомнут. Суровик не явно работал на них. Но все вернулось на круги своя. Кадыров отполз. Это, кстати, очень такой показательный, мне кажется, симптом. Он очень тонко видит, как восточный деспот чувствует конъюнктуру. И в последнее время мы его там, может быть, и в ТикТоке видим только, но в целом он тише воды, ниже травмы. Явно, как говорится, выжидая, чем что-то кончится, они не испытывали никакого желания продолжать участвовать в этих Пригожинских играх. И, кроме того, я полагаю, Кадыров рассматривает разные варианты вообще. На случай краха режима ему потребуются бойцы, чтобы там выжить у себя в Течне. Я вообще считаю, что где-то там у него в сундуке зеленый знамя ислама хранится. Поэтому все может случиться. А Пригожин явно оказался в одиночестве. И если Песков такие вещи говорит, это означает, что высокое покровительство в Кремле пригоженно снято. Это не означает, что ему конец. Он все-таки располагает большими ресурсами и военными, и материальными. Но понятно, что первую скрипку, если продолжая музыкальную тему, которую вы развили, первую скрипку не будет. То есть, вот это сегодняшнее заявление многие эксперты оценили как сигнал начала войны элит за власть. Вы так не считаете, да? Ну, я думаю, что там про борьбу за власть пока еще говорить рано, потому что все-таки есть Путин. Я думаю, что хотя его окружение не отличается высокоразвитым интеллектом, но на уровне вот таком животных инстинктов они все понимают. Убрать диктатора просто так невозможно. Нужна концепция какая-то. Потому что что происходит за годы диктатуры? А в России это уже, Путин, 22 года. На самом деле, ну, не будем 4 года медведевым считать, серьезно. Это был Путин. Вот Путин с 2000 года. А по существу диктатор становится позвоночником системы. Потому что вокруг него устраивается вся система координат. Вот все эти сложные неформальные связи, кто что за что отвечает. И это, на самом деле, естественный процесс, потому что диктатура тоже должна жить по определенным законам. А так как у диктатора нет той легитимности, которая есть, скажем, у монарш. Есть царь, король, герцог, князь. Вы понимаете, что это наследственная линия, божественное право, ну и так далее. И вокруг этого выстраивается некоторая система координат, которая достаточно устойчива, потому что люди ее признают. Демократия тоже понятна. Есть система выбора. Пришли эти, ушли эти, там, как оппозиция. Все это работает по понятным правилам. Диктатура работает, грубо говоря, по понятиям. Соответственно, нужна мифология. Ну, да, в путинском случае сейчас это Крым. Как бы вообще вот эта экспансия внешняя. В первую очередь, конечно, связанная с Украиной, с Крымом. Вот. Но внутри должны быть связи неформальные, которые делали бы диктатора координата. Вот он как бы мог дергать за ниточки. Поэтому просто так управлять диктатора невозможно, потому что вся система обрушивается. Они же все как бы завязаны на него. И любая попытка одной из групп как бы пролезть туда, она наталкивается в распространение дубергию. Поэтому, мне кажется, пока все-таки идет борьба просто за деньги. Просто тупо за деньги. Потому что сегодня основные деньги в России идут в военный бюджет. Они всегда были как бы там больше всего. Но сегодня понятно, что все идет в военный бюджет. Поэтому там, ну, соответственно, самые лаковые куски. Там есть что воровать. В конце концов, в путинской системе это про коррупцию. И война, в том числе, тоже коррупция. И усиление собственных аппаратных позиций для продолжения воровства. И в этих условиях, конечно, там Пригожин, который явно отсасывал значительную часть бюджета, он конкурент. Вот из чего, соответственно, будут убирать. И, естественно, генералы получат основной кусок этого пирога. Потому что кто же сейчас считать деньги? Война. И раньше, особенно, не считали. Но сейчас, что-то никакая счетная палата даже не рискнет рассказать о том, какую бездонную дыру уходят эти миллиарды. По большому счету скажем, что Украине это нам. Пусть воруют. Потому что все, что они своруют, им уводят на фронт. Поэтому, как говорится, в этом плане будем приветствовать российскую коррупцию. Да, у нас уже поговорка есть, боже, храни российскую коррупцию. Если бы не она, кто знает, чем бы это все закончилось. Воюя за деньги, они не забывают готовиться все-таки, наверное, к войне за выживание. Вот Кадыров, которого вы вспомнили, вы помните, он не так давно начал просить ПВО для Чечни. Вот казалось бы, с чего, да? Чего бояться? Украинских дронов, украинских ракет? Но это просто смешно. И вот многие эксперты говорят, что они зря и ПВО начали устанавливать в Москве и Московской области. Символично, когда она появилась на здании Минобороны, говорят, что все-таки элиты готовятся к войне друг с другом и с генералитетом. И защищают в первую очередь из себя. Туда же пошли. Вы как такой сценарий? Это развал России именно во двойну? Нет, это как бы немножко разные темы. Появление сейчас системы ПВО на крышах домов, но на самом деле это естественная реакция административного государства, которые, ну, как вот динозавр такой, тело большое, мозг маленький. Вот если вот инстинкты какие-то есть, вот по ним и работают. А все-таки не будем забывать, что украинские-то ракеты были, еще чьи-то, но уже доставали бомбардировщики российские в Саратов. Саратов подальше от Москвы будет, если по прямой от границы смотреть. То есть, ну, по крайней мере, я не знаю точно, но мне кажется, чуть подальше так вот. В общем, очевидно, что они себя не чувствуют безопасности. Но как-то они к этому не привыкли. У них же, говорится, все было всегда под контролем. Поэтому мне кажется, это просто в какой-то мере демонстрация испуга. Вот, если говорить про Москву, так на всякий случай. А вдруг прилетит какая-то ракета там из пограничной области. И про то, как работают их ПВО, они знают дальше. Кстати, тоже надо показать, что под Москвой же должны стоять системы ПВО, самые мощные, со советских времен. Но, видимо, они все про них знают. Как бы они знают, как они работают. Поэтому на всякий случай ставят себе еще дополнительную защиту на крыше. Кадыров, ситуация сложнее, потому что Кадыров явно может готовиться вообще к распаду России. У него, может быть, и такой разговор. А Кадыров идет среди, видимо, его людей. Ровно потому, что, ну, опять, не идиоты они. Я повторяю, не академик, хотя Кадыров формально академик, как известно. Но, тем не менее, на таком уровне они понимают, что события могут пойти по любому сценарию. Главная проблема, которая начинает волновать Кадырова и многих, я полагаю, региональных баронов, это то, что деньги скончаются. Нет, пока их еще хватает. Но они все больше выжат на войну, и там, опять, там тоже могут посчитать. Судя по последним событиям, тоже Рамштайне, и хотя, понятно, мы все не удовлетворены до конца результатами, но, тем не менее, объем помощи в Украину возрастает. Да, еще нет танков, еще нет ракет дальнобойных, тем не менее, возрастает. Понятно, что в войне на истощение Россия отбречена. Ну, ровно потому, что, как бы, есть такие цифры, как там, объемового названного продукта, как запчасти для, там, ракет, снарядов. То есть, понятно, что российская экономика не выдержит этого соревнования, потому что Запад уже поставляет много. И, кроме того, сейчас я в Берлине, когда была конференция здесь, говорят о том, что будет, естественно, наращиваться, вообще, военное производство. То есть, Европа начинает, даже Европа начинает раскручиваться. И совершенно очевидно, что вопрос появления в Украине уже и танков, самых современных, это у вас времени. Да, к сожалению, опять все медленно. К сожалению, двигаются они, в общем-то, ну, не со скоростью черепахи, ну, явно, как бы, не со скоростью департа. Вот, одно, поезд идет в одну сторону, и они все двигат. Поэтому, скорее всего, уже в разных местах России уже обдумывают варианты вообще, как бы, выживания своего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова